С начала 2020 года более 50 жителей при Ангаре сдали незаконно хранящееся оружие за вознаграждение в подразделение лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии. Это охотничьи огнестрельные и гладкоствольные ружья и с нарезанным стволом. Также принесли несколько единиц газового и огнестрельного оружия ограниченного поражения, боевые и самодельные огнестрелы. Правоохранители принимают боеприпасы, находящиеся в незаконном обороте. По сравнению с прошлым годом количество обращений в Ангарском городском округе сократилось. Сотрудники Росгвардии связывают это с ухудшением эпидемиологической обстановки. В этом году поступило 5 обращений. Это газовое оружие, одно обращение было на гладкоствольное. В соответствии с законодательством в случае добровольной сдачи гражданина освобождают от уголовной ответственности за незаконное хранение. Выплачивают от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности. За каждую единицу отдельные суммы, то есть за гладкоствольное это 5 тысяч рублей, за гладкоствольное оружие, за травматическое 3 тысячи рублей, за патроны к гладкоствольному 10 рублей за патрон, к нарезному 20 рублей за патрон. За добровольно сданный автомат или пулемет сумма составит 10 тысяч рублей. При сдаче оружия необходимо обращаться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии, а также в отделы полиции. При себе необходимо иметь паспорт. Для получения выплаты понадобится также ИНН и СНИЛС. Ангелина Борисова, Алексей Резник. Новости 360 Ангарск.